Привет! Это передача интервью со звездой на CyberSneik TV. С вами я, Юлия Калашникова, и сегодня в гостях у нас группа Анна Домини. Ребят, ну давайте представим команду. Да, давайте представить буду я. Зовут меня Андрей Державин, я вокалист этой банды. Значит, это Сергей Бунаков, наш барабанщик. Дмитрий Багель, гитарист. Роман Валерьевич Калашников, гитарист и идейный вдохновитель всего этого мероприятия. И Леонид Максимов, звезда. Очень приятно. И первый мой вопрос будет о названии группы. Почему такое название, откуда оно появилось, кто его придумал. Потому что, насколько я знаю, Анна Домини в переводе с латинского буквально означает год века Господня, или, как говорят обыватели, от Рождества Христова. Связано ли название с религией каким-то образом, или это просто было красивое звучное имение? Да нет, название никакой религиозной подоплеки не имеет. Оно было придумано предыдущим вокалистом группы, который, собственно, положил начало тому, что есть сейчас. Я помню, что когда придумывалось название, стояла цель придумать какое-то звучное название, но одновременно с тем, чтобы оно было каким-то таинственным. То есть, все-таки таинственность сопровождает наше творчество с самых первых дней. А латинские слова, они в данной ситуации как-то нельзя лучше подходят. Поэтому, простудировав латинский словарь и какие-то подобные источники, мы выбрали такое название, которое закрепилось по сей день за нами. Ну, оно у вас изначально, с момента рождения группы не менялось. Спасибо, это очень здорово. Я знаю, что ваша история начинается с города Курска. С Железногорска даже, это в Курской области город. В Курск мы перебрались уже после того, как коллектив год существовал. Но в Курске был самый плодотворный какой-то период, потому что в Железногорске это просто факт зарождения случился, а в Курске первые репетиции, концерты и так далее. Продолжаю тему названия, потому что оно на иностранном языке, и обычно группы начинают писать тексты тоже на иностранном языке. Вы также и поступили, да? Совершенно верно. Альбомы у вас были аглоязычные. Но вот в 2016 году на лейбле «Союзмюзик» вышел альбом «Небо надо мной». Уже на русском языке. С чем связан переход на русский язык? С желанием угодить русскоязычные публики или какие-то другие? Перешли мы еще раньше. Мы в 2014 году выпустили мини-альбом из трех песен, когда погаснет свет, на котором мы, собственно, представили новое звучание группы, новый состав, новое идеологическое направление. Ну, нам в какой-то момент времени, после того, как группа уже просуществовала какое-то времени с англоязычным репертуаром, захотелось с другой стороны и до других слушателей достучаться. Все-таки же в России пытаться донести свои мысли и лирику на английском языке, это немного утопично. Ты найдешь непременно тех, кто тебя услышит и поймет твое творчество, но хотелось бы нам наши мысли донести как можно большего количества людей. И продолжаете работать на русском языке? Да, нам понравилось. Для нас это был эксперимент какой-то. Мы хотели и себя проверить, и посмотреть, чего это как-то принесет. Мы нашли какую-то поддержку в глазах и в ушах слушателей. Мы думаем, что мы дальше будем продолжать писать песни на русском языке. По поводу английского языка не знаю, время покажет. Понятно. Но получается, что вы расширили таким образом свою аудиторию и больше стали приглашать на фестивали, да? Расскажите о фестивалях, на которых вы играли. 9 марта на Лейпл Сейвс Музик вышел альбом. Весной мы отыграли несколько концертов презентации этого альбома. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар. А потом, собственно, наступило лето, и мы продолжили доносить наш альбом слушателям по фестивалям. То есть сделали такой фестивальный тур, который прошел на ура. Нам удалось. Мы собрали очень большое количество фестивалей. В наше время реально сложно по всем параметрам соединить за одно лето в районе у нас сколько там? 15-18 в итоге. Стартам или в Орехово-Зуево и поехали дальше. И вот сегодня у нас продолжение. Да, сегодня фестиваль движения он закрывает август месяц наш. Но не закрывает еще даже фестивальный сезон, потому что у нас в сентябре еще остается несколько фестивалей. После чего уже засядем опять... На зимний фестиваль. Засядем на репетиционной базе и начнем как раз заготовить новые какие-то вещи. Ну и я так понимаю, что нет смысла отказываться от концертов, поэтому какие-то мини... Иногда зовут, да? Да, мини-вылазки и зимой, и осенью они будут, а вот к весне опять же думаем подготовить что-то такое более масштабное в виде уже весеннего такого-то труда. Это мы посмотрим в связи с новостями. Ну это новый альбом, да? Это корпоративный секрет, да. Ну мы к альбому еще к новому вернемся. Вот какие-то интересные случаи на фестивалях были, возможно, с вами? Уйма. Может быть, и расскажете? Можно приехать на фестиваль. Все, что происходит на фестивалях, остается на фестивале. Не знаю, может быть, кто-то кого-то забыл во время поездки. Вот Андрея в Мурманске сдуло с горы. Какой-то. А потом с ножом бросался на Сергея. Да. Есть... Документальное подтверждение. Да, подтверждение того, что Андрей с ножом гонялся за Даная. Это из-за черники все.